Всем привет! В этом видео я расскажу о всплывающих окнах, которые все чаще начинают встречаться на различных сайтах, спрашивая разрешение на вывод сообщений с новостями данного веб-ресурса или доступ к вашему месторасположению. Я покажу как отключить такие пуш-уведомления в браузерах на Google Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge и Яндекс Браузере. А еще, как их заблокировать или включить только для определенных сайтов. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. С недавних пор интернет-браузеры предоставляют возможность веб-сайтом выводить специальные пуш-уведомления. Встретить это всплывающее окно можно на самых разнообразных веб-порталах. В таких сообщениях обычно спрашивают у вас разрешение на вывод оповещения с новостями сайта на рабочем столе, доступ к вашему месторасположению или еще нескольким данным. Это сделано для удобства пользователя, но если подписаться на множество таких уведомлений, то со временем они начинают раздражать. Но к счастью, современные браузеры предоставляют возможность управлять такими подписками, а то и вовсе их отключить. В браузере хром отключить эту функцию можно зайдя в меню, эта кнопка в виде трех точек и выбрав настройки, а затем в самом низу дополнительно. В разделе конфиденциальность и безопасность открываем настройки контента. Здесь выбираем пункт уведомления и переместив бегунок положение отключено, напротив спрашивать разрешение перед отправкой. Он изменит состояние на заблокированном. В таком состоянии Google Chrome будет блокировать все новые запросы, не показывая уведомлений. Но те сайты, которым вы уже разрешили всплывающее уведомление, все равно смогут их отправлять. В разделе разрешить вы увидите все те сайты, которым вы дали согласие выводить всплывающее уведомление. Нажав кнопку добавить, можно внести другие, если вам это нужно. А в разделе блокировать можно добавить домены, которые будут блокироваться по умолчанию. Вне зависимости от включения этой функции. В браузере Firefox функция блокировки всплывающих сообщений стала доступна из 59 версии. Открываем меню, значок в виде трех линий справа вверху экрана, а затем настройки. После выбираем пункт приватности защита, здесь находим раздел разрешения и в этом разделе напротив уведомления нажимаем параметры. Еще здесь можно отключить уведомления до перезапуска Firefox, это позволит их отключить временно. На странице параметров будет список всех доверенных сайтов, которым вы разрешили показ таких уведомлений, а также все заблокированные. Для запрета получения уведомлений с новых сайтов установите отметку напротив блокировать новые запросы на отправку уведомлений и не забудьте нажать сохранить изменения. Остальные сайты, которые имеют статус разрешить, по-прежнему смогут выводить уведомления. Для запрета нажмите стрелку и выберите блокировать или отметьте его и нажмите удалить веб-сайт при условии, что вы установили здесь отметку или же нажмите удалить все веб-сайты, если вы не хотите больше получать от них уведомления. В браузере Microsoft Edge нет настройки всплывающих уведомлений. Все, что можно сделать в таком случае, это нажать кнопку нет, когда увидите очередной запрос. Браузер запомнит ваш выбор относительно этого сайта и не выведет уведомления, вновь зайдя на него, но другие по-прежнему будут выводить такие сообщения. Для отключения пуш-уведомлений в браузере Opera также заходим в меню, нажав кнопку «Настройка и управление Opera» в левом углу окна, далее открываем «Настройки» или просто нажмите сочетание клавиш «Альт плюс П». Переходим в раздел «Сайты», здесь ищем уведомления и ставим отметку возле «Запретить сайтом показывать системные уведомления», при этом будут отключены все запросы. Нажав на «Управление исключениями», вы увидите список всех сайтов, которым было разрешено выводить уведомления. Возле каждого из них есть кнопка «Удалить» и возможность заблокировать. Ну и напоследок Яндекс Браузер. Открываем меню, нажав кнопку «Настройки Яндекс Браузера», в правом верхнем углу окна «Далее настройки», в самом низу страницы жмем «Показать дополнительные настройки», затем в разделе «Личные данные» нажимаем «Настройка содержимого». В открывшемся окне в разделе «Уведомления» отмечаем «Не показывать уведомления с сайта». Это не позволит сайтам выводить запросы на уведомления. Открыв окно «Управление исключениями», здесь, как и в других браузерах, есть возможность удалить те сайты, которым было разрешено выводить такие уведомления или заблокировать их, а также добавить их в исключения. Не забудьте после всех внесенных изменений для сохранения настроек нажать кнопку «Готово» и перезапустить браузер. А на этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.